Электрические тени Я Мао Дабин. Мои родители бросили меня, когда я был еще ребенком. Я приехал в город, чтобы найти работу. Я все перепробовал. Теперь я работаю на достатке воды. Я люблю кино. Помимо еды и платы за жилье, я трачу все свои деньги на кино. Каждый билет стоит зарплаты за три или четыре дня. Больше всего мне нравятся боевики. Чем кровожаднее, тем лучше. Я могу представить себя героем фильма. Но большинство фильмов слишком короткие. Они заканчиваются именно тогда, когда я погружаюсь в них. Так что в выходные я хожу на все ночные сеансы. Четыре фильма без остановки. Это как провести всю ночь в мечтаниях. Это нормальная работа. Босс дает каждому из нас велосипед. Не знаю, почему люди не пьют воду из-под крана. Она едовитая. Они предпочитают воду в бутылках. Пока они так хорошо поступают, это сохранит мне работу. Здравствуйте. 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 Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Я делаю 20 доставок в день. Это пять или шесть сотен в месяц. Но я не знаком с клиентами. В основном они игнорируют меня. Хорошие вещи случаются в кино, но не в моей жизни. Но однажды, когда я закончила работу, я мчался, чтобы попасть на последний сеанс. И произошло нечто ужасное. Нечто такое, чего я никогда не мог себе представить. Кто-то из-за repeating. Еще кружится? Что происходит? Ты помнишь? Что случилось? Могу ли я вспомнить? Да, хорошо. Я был на своем велосипеде, собирался посмотреть фильм, и я столкнулся со штабелем кирпичей. Я свалился с велосипеда, и как только я собрался подняться, какая-то девушка взяла кирпич и тюкнула меня. С его памятью все в порядке. Я думаю, она была в белой кофте. Вы ее знаете? Нет, я не знаю. Тогда почему она вас ударила? Я бы тоже хотел узнать. В кем вы работаете? Я работаю в компании по доставке воды. Офицер, а мой... Мой велосипед... Бутиль! О, нет! Зачем ты его ударила? Ты не скажешь, а? Что за отношения? Сяо, пожалуйста, выйдем на улицу. Она такая упрямая, не сказала ни одного слова. Сяо, не будьте нетерпеливы. Вы новичок в этом деле. Успокойтесь. Не теряйте самообладание. Это ты! Это ты! Почему ты меня ударила? Не изображай немую. Посмотри на меня. Узнаешь меня? У тебя ничего нет против меня. Почему ты меня ударила? Посмотри. Ты проломила мне голову. Что заставило тебя это сделать? Прекрати изображать немую. Ладно? Послушай, я потеряла работу. Я должен заплатить за велосипед. Значит, ты должна мне. Ты слышишь меня? Почему ты плачешь? Не я же ударил тебя. Это ты меня ударила. Что с тобой? Ты что-то пишешь? Это не нужно. Я уже подсчитал сколько. Счет за доктора, пособие по болезни, компенсация за шок. Скажем, где-то 500 юаней. Ты хочешь, чтобы я покорнил твоих рыбок? Зачем мне это? Что ты делаешь? Не надейся на меня. Я не надейся на нее. Нет такой вещи, как бесплатный обед, и вам ни за что не выдержать такой удар. Моя травма была результатом беспричинного преступления, но она привела меня в эту очень странную комнату. Это место было как крошечный кинотеатр. Теперь я надеюсь, что она не вернется в ближайшее время, когда я смогу остаться здесь на какое-то время. Я до сих пор понятия не имею, почему она ударила меня тем кирпичом. Я даже не знаю ее. Это выше моего понимания. Но я не могу выкинуть из памяти ее глаза. Я почувствовала, что она многое повидала. Если бы моя жизнь была фильмом, я была бы единственной, кто его посмотрел. Я хотела бы записать мои воспоминания, как если бы они были в фильме. Это будет похоже на наблюдение за теми, кого я любила, вспоминая, как они выглядели, слышая их знакомые голоса. Итальянский кинорежиссер Антониони в его документальном фильме о Китае. Женщина, которая сейчас говорит, это моя мама. Все в этом небольшом городке завидуют ей. Ей не нужно пачкаться, как рабочим в шахте. Она находится в студии трансляции новостей. Да, Жень, сегодня будет кино? Красный фонарь. В семь вечера. Пойдем домой поедим, а потом вернемся и посмотрим фильм. На этом сегодняшняя трансляция заканчивается. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Конечной мечтой моей мамы было быть как певицей Джоу Сюань и стать кинозвездой. Но в то время фильмы с Джоу Сюань были запрещены, как часть борьбы против капитализма. Как и любая красивая молодая женщина, моя мама в лучшие свои годы безумно влюбилась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А гид-бригаде понравилась моя мама. Они решили обучать ее на профессиональном уровне, но в тот критический момент любовь принесла ей не только страстный роман, но и меня. Агентство Синьхуа сообщает, президенты Никсона и его жену пригласили сегодня на культурное представление. Они увидят современную революционную оперу «Женский красный отряд». На просмотре президента и его жену будет сопровождать премьер-министр Джоу Эйнлай. Также будут присутствовать должностные лица из правительства государства. По ошибке моя мама поставила запрещенную песню. Она едва не прослыла контрреволюционеркой. Однажды ее любовник, это мой отец, бросил ее. Она была на седьмом месяце беременности. Она планировала уехать куда-нибудь подальше, родить тайком и воспитывать меня. Она думала, что никто не узнает. Даже в тот момент ее мечты еще не разрушились. Она представляла себе, что однажды она станет самой яркой звездой. Да, Жень, какое кино сегодня вечером? Иностранный фильм. Идите домой и скажите всем, пусть приходят его посмотреть. Фильм из Албании полностью изменил судьбу моей мамы. Он назывался «Победа над смертью». Главной героиней была сильная и красивая женщина-партизанка. Ее звали Мила Галами. По плану, мама должна была покинуть город сразу после просмотра фильма. В то время, возможность посмотреть иностранный фильм была слишком редка, чтобы пропустить такое. Иностранный ignoring и TikTok хорошо-пко-пакованая зеркала. Давайте мы очень долго откликов! Иностранный фильм pattern coincide в жизнь в будущем. Мы желаем имму Greet Вивню! Иностранным, мне, что ты не разрушила. Сюхуа, в чем дело? У тебя живот болит? Давай, садись сюда. Отвезите меня домой. Мне еще две бобины надо показать. Потерпи немного. Отвезите меня домой. Сюй, у нее живот болит. Вы можете доставить ее домой? Как она? Дайте мне взглянуть. У нее болит живот. Дайте мне взглянуть. Я думаю, что она вот-вот и родит. Она собирается рожать. Давайте, вы все, отнесите ее в больницу. Медленно, несите ее. Я была в утробе мамы всего 7 месяцев, прежде чем я родилась в уличном кинотеатре. Это было, как будто мое рождение взорвало бомбу, которая уничтожила всю жизнь моей мамы. Сообщи о человеке, от которого ты забеременела. Почему ты не говоришь? Говори. Мы все братья и сестры. Ты можешь свободно говорить. Встань на колени. Встань на колени. Она всегда была запятнана мелкобуржуазными мыслями. Однажды она играла роль в красном фонаре, как Литти Мэй. Разве она не представляла себя Скарлетт О'Харрой? Ты все еще мечтаешь стать кинозвездой? Лучше хорошенько посмотри на себя, или ты выкопаешь себе могилу. К моей маме ужасно относились. Люди ругали ее, куда бы она ни пошла. Она решила, что лучше умереть, чем жить в унижении. Пожалуйста, будьте так добры принять этого ребенка. Она сирота. Что ты здесь делаешь? Не позволяй своему ребенку плакать. Я сейчас начну трансляцию. Убирайся отсюда. Пожалуйста, внимание. Пожалуйста, внимание. Сегодня вечером в уличном кинотеатре будет повтор показа фильма из Албании. Победа над смертью. В ту ночь фильм показали еще раз. Моя мама решила, что это будет последний фильм, который она когда-либо увидит. Как только он закончится, она ушла бы из этой жизни. Но она хотела в последний раз взглянуть на прекрасную Милу Галами. Что ты делаешь? Мне очень жаль. Садись сюда. Она с ребенком на руках. Что ты делаешь? Позволь ей сесть. Ты бесстыжая шлюха. Не изображай невинную. Бесстыжая. Почему вы ее бьете? Она пялилась на моего мужа. Ты грязная шлюха. Не знаешь даже, кто отец этого ублюдка. Посмело показаться сотрудникам. Где твое чувство стыда? Шлюха. Как тебе не стыдно? Как ты посмела ударить меня? С той ночи, мама перестала думать о том, чтобы оставить меня в одиночестве в таком мире. Она захотела жить, как храбрая героиня этого фильма, упрямая. Ей не разрешили продолжать поступать в агитбригаде или продолжать объявлять новости. Вместо этого она приносила домой грязные простыни из больницы. Она неустанно работала, чтобы сделать их такими же чистыми, как белый экран в кинотеатре. Этот белый экран всегда был рядом, когда я росла. В то время моим кумиром был Пан Дун Цзи из «Сияющей красной звезды». Всякий раз, когда мы выходили на улицу, все пялились на нас. Мама всегда говорила мне держать голову высоко поднятой. Даже когда смотрят, пишите пар глаз. Ты не должна бояться. Дядя Пань! О, Лин-Лин! Скажи своей маме, чтобы она привела тебя посмотреть маленького солдата Джан-Га. Что крутите сегодня? Маленького солдата Джан-Га. Какой там фильм? Маленький солдат Джан-Га. Лин-Лин, посмотрите на этих ведьм. Хорошая у них завивка. Сюда, Лин-Лин. Сегодня после фильма я возьму тебя кое-куда, где тебе будет весело. Что за веселье? Это секрет. Ты увидишь, когда мы туда доберемся. Я здесь! Я здесь! Садитесь! Вы же в луче света! Сюхуа, где ты накручивала свои волосы? Это выглядит здорово. Мы смотрим фильм. Помолчите. Хорошо? Молчу. Я никогда этого не пойму. Те люди, которые раньше преследовали мою маму, сейчас сидят рядом с нами, как будто ничего не произошло. Смени бобину! Смени бобину! Киномеханик, ты что, заснул? Бездельник! Ты дергал у меня за хвостик. Нет, я не дергал. Это был ты. Нет, я не дергал. Это был ты. Мальчик, что происходит? Ты дергал ее за хвост? Будь умницей и смотри кино. Прекрати дразнить девочку. Садись. Я скажу своему папе наказать вас обеих. А ну, садись. Мама, почему у меня нет папы? У тебя есть папа? А где он? Лин-Лин. Твой папа вон там. Он действительно мой папа? Я воспринял то, что сказала моя мама абсолютно серьезно. Мой папа – это киногерой, Ло Цзиньбао. Лин-Лин, иди сюда. Это маленькая га. Дядя Пань, что это такое? Лин-Лин, интровый. Это кинолента, малышка. Мама, это Пань Дунь Цзи. Дяденька, я могу смотреть фильм отсюда? Почему бы нет? Ты хочешь смотреть кино каждый день? Да. Я не хочу быть твоей дочкой. У меня есть папа. Мой папа – Ло Цзиньбао. Правильно, мамочка. Да. Хорошо, я покажу тебе кое-что интересное. Смотри, Лин-Лин. Вот твой папа. Мамочка, можно я пойду поиграю с папой? Лин-Лин, твой отец – необычный папа. Он – партизан. Его работа очень трудная. Поэтому он не может быть таким, как папа других детей. Он не сможет поиграть с тобой. Но он – герой войны. Он – величайший из всех пап. Мамочка, дядя Пань говорит правду? Да, правду. Лин-Лин, ты хочешь видеть своего папу каждый день? Да. Той ночью мне приснился сон. В моем сне я попала в мир кино. Папа! Папа! КОНЕЦ ПАПА ЛИНЛИН Дядя Пань Хотя я и не нашла папу во сне, дядя Пань всегда был рядом. Мы часто заходили в его служебную комнату, и он показывал нам фильмы. Давайте пойдем смотреть кино. КОНЕЦ 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 Мама, кто это? Они кино-звезды. А почему я не видела их раньше? Я видела их фильмы. Ее зовут Джоу Сюань. Она самая моя любимая. Ты знаешь эту песню? Я часто слышала, как ты напеваешь ее. Вот откуда я знаю. КОНЕЦ 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 В то время, проведенное с моей мамой, было самым счастливым в детстве. Я решила тайком стать суперзвездой, как Джоу Сюань, когда я вырасту. Если мама не смогла этого сделать, то я смогу. Когда я была в первом классе школы, я встретила ужасного мальчика. Он был такой большой, что, возможно, родился от скалы. Его звали Мао Сяо Бин. КОНЕЦ 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 Поднимайте ее! Медленно! КОНЕЦ Фигня какая-то! Это ваш так называемый большой мир кино? Это ваша конструкция, чтобы заработать много денег? Вот что? Я просто хотел предложить что-нибудь свеженькое. Что в этом свеженького? Те же самые старые методы. Приходите со своей женой, посмотрите кино. Дяденька, вы тот, кто показывает кино? Да, что-то я не видел тебя раньше. Я только что переехал, меня зовут Мао Сяубин. Дяденька, а вы будете показывать вечером кино? Да, железнодорожные партизаны. Железнодорожные партизаны. Дядя, это железнодорожные партизаны? Да, могу я тоже покрутить? Да, медленно. Правильно, делай это медленно. Убедись, что она не провисает. Осторожно, медленно. Я вернусь через минутку. Кто ты? Что ты делаешь? Положи на место. Стой! Прекрати убегать. Верни назад. Нет, не верну. Отстань от меня. Верни мне этот фильм. Хватит гоняться за мной. Я устал. Я сдаюсь. Вот. Мерзавец. Я тебя ненавижу. Скорей, мама, пора кино начинать. Господин Пань, извините, что так медленно. Мы задерживаем вас. Не волнуйтесь об этом. О, как я забыл. Во, я забыл дарить. Когда надо такое это? Что ты делаешь? 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 На что ты там смотришь? Попробуешь сделать это снова, и я сломаю бинокль. Тебя и так уже оставили на второй год. Если это случится еще раз в этой новой школе, я изобью тебя до смерти. Я говорю с тобой весь день. Ты слушаешь? Давай, давай, шевелись. Это ваш новый одноклассник. Давайте поприветствуем его. Скажи своим одноклассникам свое имя. Меня зовут Мао Сяобин. Я маленький солдат председателя Мао. Пожалуйста, тихо все. В своей последней школе его оставили на второй год. Сегодня он перевелся в нашу школу и присоединяется к нашему классу. Пожалуйста, окажите ему всю помощь, которая ему потребуется. Что такое? Вчера кое-кто украл кое-что. У дяди Паня. Это был он. Ты украл вчера что-нибудь? Я не крал. Это был ты. Это был не я. Я видел, а ты это сделал. Я клянусь учителю Хуану, что я ничего не крал. Это очень плохо красть. А еще хуже лгать. Мы рассмотрим это позже. Теперь кто будет сидеть рядом с Мао Сяобином? 25-е. Доставка плаща. Уже поздняя ночь, но премьер-министр Джоу все еще упорно работает. Учитель посадил его рядом со мной. Он учит нас. Учитесь Лэй Фэна. Рассматривая наших товарищей как весеннее тепло. Но Мао Сяобин всегда был неприятен мне. Он сводил меня с ума. Что ты делаешь? Руки прочь. Мао Сяобин, что ты делаешь? Куда ты пошел? Стоять на улице в наказание. Стоять на улице в наказание. Избейте его. Избейте его до смерти. Стоять на улице в наказание. Не двигайся. Куда ты побежал? Ты за кого? Не бейте меня. Шевелись. Без фокусов. Командир, мы поймали шпиона. Я не шпион. Что ты здесь делаешь? Я хочу играть с вами. Разрешите мне играть, ладно? Ты хочешь играть с нами? Кем ты хочешь быть? Я хочу быть хорошим парнем. Но ты больше похож на предателя. Встать! Встать! От имени партии и народа я приговариваю тебя к расстрелу. Мао Сяо Бин. Мао Сяо Бин, иди сюда. Что ты делаешь? Иди сюда. Если ты хочешь играть с нами, приведи к нам эту цветочницу. Верни мне мои кинокадры. Я их потерял. Ты врешь. Я действительно потерял их. Тогда принеси мне другие. В самом деле? Да. Пошли. Командир, она из штаба 8-й армии. Мы захватили цветочницу. Хорошо, свяжите ее. Не двигайся. Пошли. Отпустите меня. Отпустите меня. Где штаб 8-й армии? Развяжите меня. Мао Сяо Бин, развяжи меня сейчас же. Циан Вин Вин, тебе лучше отвечать. Или они наверняка будут бить тебя. Мао Сяо Бин, накажи ее. Да, господин. Мао Сяо Бин, я расскажу твоему отцу об этом. Он выбьет дурь из тебя. Я больше не причиню тебе вреда. Только не говори моему отцу. Как ты смеешь бить меня? Ты останешься здесь на весь день и умрешь от жажды. Пошли. Развяжите меня. Отпустите меня. Лин-Лин, я пришел спасти тебя. Обещай, что не скажешь моему отцу. А то он по-настоящему выбьет из меня дух. Лин-Лин, ты меня слышишь? Иди домой. Не волнуйся, я разберусь с ним попозже. Маленький негодяй, всегда создаешь проблемы. Я проучу тебя. Иди сюда. Каждый день все больше проблем. Я проучу тебя, маленький ублюдок. Черт, а ну стой. Не надо со мной финтить. Дяденька, не бейте его. Дяденька, откройте ворота. Почему ты все еще здесь? Пожалуйста, прекратите его бить. Я должен проучить его. Как ты посмел убежать? Вернись. Держись подальше, если ты такой смелый. Я убью тебя, если вернешься. Мау-сяо-бинь. 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 Мао Сяо Бин, спускайся Быстрее спускайся Почему ты преследуешь меня? У тебя кровь идет Не твое дело Уходи, я смотрю кино Ты врешь, днем нет никаких фильмов Если не веришь мне, забудь Мао Сяо Бин Ты, наверное, сумасшедший Сейчас нет никакого кино Не веришь мне, смотри Там ничего нет Сконцентрируйся Идут железнодорожные партизаны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мао Сяо Бин сказал мне, что его бинокль работал как по волшебству Он показывал ему все, что он хотел Двой отец так сильно бьет тебя Почему твоя мама не остановила его? Она не моя мать Моя настоящая мать расцвелась с отцом Она вышла замуж за другого Она хочет себе нового сына, а не меня Это больно? Да, каждый раз, когда он бьет меня Я думаю о фильмах про войну, которые я смотрел Я представляю его японским солдатом А себя борцом за коммунизм И тогда я больше не боюсь Это так не казалось, когда ты так кричал Это не так Смотри на меня Ты, маленький ублюдок Я изобью тебя до смерти Вот тебе Не бей меня Ты негодяй Ты не спрячешься от меня Я изобью тебя до смерти Тетенька, я могу остаться здесь на пару дней Мой папа сказал, что убьет меня, если я вернусь Мама, ты позволишь ему остаться? Хорошо, ты можешь остаться Так, Мао Сяобин пришел, чтобы остаться Мы играли вместе Смотрели вместе фильмы Я хотела, чтобы эти дни длились бесконечно Почему мы должны вырастать? Ночь была черной темна. Поезд мчался вниз по рельсам. Партизанам удалось запрыгнуть на поезд. Ни одну дулю не потратили впустую. Неправильно. Ни одну пулю. Я знаю. Один выстрел достал иностранного дьявола на подножке. В служебной комнате дяди Паня мы нашли много иллюстрированных книг о фильмах. Поэтому в те дни, когда не показывали никакого кино, мы рассматривали их вместе. Мы могли представить себе весь фильм. Он трижды выстрелил в воздух. КОНЕЦ КОНЕЦ Как ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу вступить в армию. Для борьбы с японцами. А я хочу стать кинозвездой. Когда я увижу тебя на экране. Двигайся. Что такое? Вы не можете сидеть здесь. Почему не можем? Это моя территория. Мы были здесь первыми, но вы не можете сидеть здесь. Пошли. Нет. Я ухожу, даже если ты не хочешь. Мао Шао Бин, вернись. Не бойся. Лин Лин, иди сюда. Мы можем смотреть откуда-нибудь еще. Ты трус. Я остаюсь здесь. Принеси мой стул. Нет, не принесу. Иди и принеси мой стул. Вставай. Пойдем. Куда это вы пойдете? Мао Шао Бин играет с девчонками. Позорняк. Да плевать на них. Все равно здесь лучше видно. Давай я тебе помогу. Мне не нужна твоя помощь. Что случилось? Игнорируешь меня? Действительно четко видно. Посмотри. Нет. Не сердись. Взгляни. Брак. 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 Ты плачешь? Ты негодяй. У тебя есть брак? Нет. Тогда я буду твоим братом. Ты похож на предателя. Так не пойдет для моего брата. Мой брат должен быть красивым, как он. Тогда отдай мне мой бинокль. Отдай его мне. Осторожно, а то упадешь. Крыша стала нашей секретной базой. Сяо Бин держал меня крепко, когда мы поднимались туда смотреть фильмы. Ты фальшивый пел. Нет, я не фальшивый. Это ты. Ладно, она пела очень хорошо. Никто не фальшивил. Тетя, мы будем смотреть кино? Да. Мама, а какое кино? Мы узнаем, когда туда доберемся. Не толкайтесь. Это последний билет. Кого-нибудь раздавите. Продано. Билетов больше нет? Больше нет. Ни одного. Лин-Лин, Сяо Бин, уже больше нет билетов. Но я хочу посмотреть улицу Ангела. Пошли за мной. Я не смогла получить билеты. Я могу заплатить вам. Пропустите нас. Без билета нет прохода. Эй, у него нет билета. Убирайтесь. Вы, ребятняк, убирайтесь. Эй, вы. Нет. Тетя, это мужской туалет. Скорей ты, трусишка. Мама, быстрее. Вы идите вдвоем. Я уже видела этот фильм раньше. Я буду ждать вас здесь. Продолжение следует. Продолжение следует... Где твой билет? А твой? Вы, чертенята, как вы пробрались? Зачем вы бьете детей? Эй, не плачь. Мы не посмотрим его. Он все равно не был хорошим. Я думаю, это был фильм про войну. Что ты понимаешь? Ты просто деревенщина. Я не деревенщина. Давайте вернемся и посмотрим фильм дяди Паня. Это Джоу Сюань. Она снималась в улице Ангела. Она красивая? Ты считаешь, что она некрасивая? Не такая красивая, как твоя мама. Ты такой, подхалим. Я серьезно. Ты боишься, что она выгонит тебя отсюда? Нет, да, нет, да. Хорошо, хорошо, хорошо. А что означает улица Ангела? Ангел живет на небесах. Очень добрый. Очень красивый. Он спускается на землю. Он сейчас очень бедный. Но все равно очень добрый и красивый. Кто это? Кто там? Я посмотрю. Ты, маленький негодяй. Куда ты собрался? Пошли. Что вы делаете? Я забираю своего сына домой. Я не пойду, мам. Ты называешь ее мама? Неблагодарный негодяй. Ты твоей матери пельмени на столе. Мы ждем тебя. Он пойдет домой, но вы не должны бить его. Он мой сын. Я его отец. Это не твое дело. Это мой дом, а не ваш. Я могу делать все, что мне нравится. Как вы думаете, кто вы такая? Папа, я вернусь домой с тобой. Тогда поторопись. Мао Сяобин. Мао Сяобин. После того, как Сяобина отвели домой, произошли большие изменения в моей семье. Это испугало меня. Я видела маму с дядей Панем. Они влюбились друг в друга. Ты не можешь позволить им влюбиться. Моя мама бросила меня, когда она снова вышла замуж. А теперь мой папа тоже не хочет меня. Он отсылает меня завтра утром. Куда? Жить с моим дедушкой. Где он живет? Дорога занимает три дня на поезде. Значит, я никогда не увижу тебя снова. Ты можешь забрать его. В любом случае, я больше никогда не смогу смотреть фильмы через него. Мао Сяобин. Мама. Мама. Что такое? Лин-Лин. Что такое? Отец Сяобина отсылает его. Иди и поговори с ним. Может, он останется с нами. Кого вы ищете? Отца Сяобина. Он ушел. И Сяобин. Он уже ушел на станцию. Мама, быстрее. Мама, где поезд? Товарищ, востолько поезд до провинции Аньхой? Он ушел час назад. Дяденька, вы можете вернуть его? Дружок, если бы я мог это сделать, то солнце поднималось бы на западе. Мао Сяобин, ты плохой мальчик. Вернись. Ты плохой мальчик. Вернись. Мама, ты плохой мальчик. Мао Сяобин уехал. И все радости детства отправились вместе с ним. Всякий раз, когда я смотрела в бинокль, я представляла, что я вижу, где он находится. Чем он занимается? Помните он меня? Эй, гражданин! Офицеры! Боиначальник ищет тебя, хочет, чтобы ты заплатил за велосипед. Как там девушка, которая меня ударила? Тебе не повезло с этим. С нее ничего не взыщут. Я не хочу подавать на нее в суд. Дайте мне закончить. У нас есть заключение врача. Она психически неуравновешенная. Она больна. И слух тоже слабый. О, она... Она практически глухая. Что с ней случилось? Я могу сейчас увидеть ее. Она находится в психиатрической клинике. Где это? Там есть правило. К пациентам, проходящим лечение, посетители не допускаются. Я просто хотел ее увидеть. Ты впустую, потратишь свое время. Она никого не признает. Давай оставим это на день или на два. Если что-то изменится, я тебе сообщу. Офицер, я... Она никого не признает? Я никогда не думал, что когда-нибудь я снова найду Лин-Лин. Я не узнал ее. Она теперь не та Лин-Лин, которую я знал. Она была тогда такой живой. Что с ней случилось после того, как я уехал? После того, как Мао Сяобин уехал, мама и дядя Пань поженились. Первый поклон. Второй поклон. Третий поклон. Сегодня Пань Дажэнь и Дзян Сюа Хуа отмечают свою свадьбу. Посмотрите все, разве невеста не прекрасна? Сегодня Сюа Хуа гораздо красивее, чем любая кинозвезда. Спасибо вам всем. Пожалуйста, хорошенько поешьте, хорошенько выпейте и получите удовольствие. Я весь вечер буду показывать фильмы. Дети, вступайте на задний двор. Эта маленькая коробочка показывает фильмы, да. Покажите нам. Дажэнь, почему бы не забыть в этот вечер про фильмы? Лучше покажите нам эту новую игрушку. Это же новинка для всех, хорошо? Дажэнь, ты самый богатый человек в этом городе. А Сюа Хуа самая красивая женщина. Да, конечно. Дажэнь не только женился на красивой жене, он также получил прекрасную дочь. Две по цене одной. Даже муха на нем не сидела. Я пойду приведу Лин-Лин. Что за горлопанка? Простите нас, пожалуйста, простите. Пусть Лин-Лин поприветствует своего папу. Лин-Лин, поприветствуй своего папу. Если ты этого не сделаешь, мама больше не захочет тебя. Поприветствуй его, Лин-Лин. Он не мой папа. Мой папа Ло Зиньбао. Неважно. Это нелегко сделать для нее. Сюа Хуа и я подготовили песню. Лин-Лин, ты слышала ее, когда родилась? П�аза Екат omияtal. Я ненавижу телевидение. Я ненавижу его звучание. Я ненавижу его смотреть. Теперь, когда оно уже здесь, люди ушли из кинотеатра. А год спустя, еще одна отвратительная вещь появилась в нашем доме. Родился мой младший брат. Мама назвала его Бин-Бин. Папа, мама, быстрее, идите сюда. Как ты думаешь, наш сын похож на Фанни Дунзи? Похож. Если у него когда-нибудь будет шанс сниматься в кино, он будет намного лучше, чем Фанни Дунзи. Ну, спой для мамы еще разок. Моя суперзвездочка. Дай маму тебя поцелуй. Моя суперзвезда. Мой малыш. Сестренка. Как я пел. В молодежное училище набирают студентов. Я хочу, чтобы Бин-Бин пошел. Может быть, он сможет стать актером. Отлично. Я могу поиграть с твоим биноклем. Нет, он мой. Бин-Бин, ты хотел бы стать актером. Ты можешь быть в кино. Да. Я смелишься попробовать. Да. Это здорово, сынок. Я тоже хочу на прослушивание. Ты собираешься в среднюю школу. Сосредоточься на учебе. Обсудим это позже. Я должна пойти. Мама, почему сестра и я, мы оба, не можем попробовать? Хорошо. Это замечательно. Сосредоточься на учебе. И чувствовала себя такой счастливой, какой не была целую вечность. Это было так, как будто они уже приняли меня. Лин-Лин. Лин-Лин, быстрее. Мама. Мама, что ты здесь делаешь? Что случилось? Что это? Боже мой, письмо о зачислении. Место в училище. Ой, мама. Они предлагают место и твоему брату тоже. Но оплата за обучение очень высокая. Ты собираешься поступать в среднюю школу, так что пусть твой брат пойдет первым. Ты присоединишься к нему позже, хорошо? Нет, я хочу пойти. Я могу ходить и в среднюю школу тоже. Я буду с тобой откровенна. Мы не можем себе позволить платить за обучение вас обоих. Пусть сначала пойдет твой брат, понимаешь? Я должна пойти. Лин-Лин, ты старшая. Не будь такой эгоисткой. Смотри, сестренка. Папа купил мне рыбок. Я получил место в училище, правда? Сестренка, не расстраивайся. Ты можешь попробовать в следующий раз. Сестренка, мы будем кормить рыбок. Отстань от меня. Оставь меня в покое. Бин-Бин, сходим куда-нибудь. Давай, и куда мы пойдем? Сестренка, это красиво. Тебе здесь нравится? Да. Нам надо выйти? Да. Сестренка, быстрее. Сестренка, сестренка. Бин-Бин! Бин-Бин! Где твой маленький брат? Где ты его оставила? Вас видели с ним в автобусе? Где ты его оставила? Я тебя спрашиваю. Где ты бросила своего брата? Сестренка. Ты напугал маму до смерти. Мама, я в порядке. Расскажи маме, как ты потерялся? Я вышел поиграть один и заблудился. Честно? 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 Бин-Бин утаил правду от мамы. Мне было так стыдно от того, что я это сделала. Видя его невинное лицо, первый раз с момента его рождения я хотела быть рядом с ним. Говорят, что уличные кинотеатры скоро снесут. Это правда? Они собираются построить завод? Да, он закроется завтра. Сегодня вечером будет последний сеанс. Глухой переулок. Вы все должны прийти, если сможете. Папа, ты будешь показывать фильм сегодня вечером? Да. Ты хочешь прийти? Да. Хорошо, попроси маму, чтобы она привела тебя после обеда. Большой мир кино завтра снесут. Сейчас уже в каждом доме телевизоры и магнитофоны. Никто больше не хочет смотреть фильмы на улице. Хорошо, вы доедайте, а я пойду подготовлюсь к показу. Спасибо тебе. Пошли одеваться. Лин-Лин, что ты делаешь? Я тоже хочу сходить. У тебя экзамен на носу. Оставайся здесь и учи. Мама, сестра не может тоже пойти? Тихо. Но это же последний вечерний сеанс. Ты выходишь на финишную прямую. Ты не можешь сейчас расслабляться. Я хочу пойти. Лин-Лин, у меня больше нет надежды на себя. Все мои надежды на вас двоих. В жизни есть вещи поважнее, чем просмотр фильма. Понимаешь? Но я должна пойти. Ты должна слушаться меня. Но я очень хочу пойти. Кто научил тебя этому? Моя мама научила меня, когда я была маленькой. Я еще была в детском саду. В те годы детства были такие хорошие. Почему мы должны вырастать? Мы растем, потому что мы едим. Мама заперла меня дома. Но мое сердце помолос в уличный кинотеатр. И я подумала о Мао Сяубине. Вспоминая те времена, когда мы смотрели фильмы с нашего насеста. Кто это? Откройте дверь. Шапицеры? Что ты здесь делаешь? О, я... Я кормил ее рыбок. Кормил ее рыбок? Я думала, ты не знаешь ее. Это правда, я не знаю. Ну, на самом деле... Ты солгал нам? Нет. На самом деле я знал ее, когда она была маленькой. Но я понял это только вчера. Сочини собственную историю вперед. Эй, парень, не торопись. Не торопись. Мы просто хотим выяснить, нет ли у нее родственников. Она, кажется, живет одна. Нам сообщили сегодня из клиники, что она, очевидно, выздоравливает. Очень быстрое улучшение. В самом деле, она объяснила, что произошло в тот день. Знаешь, почему она это сделала? Почему? Я скажу тебе. Твой велосипед врезался в штабель кирпичей, а ее собака была прямо за ним. Кирпичи упали и раздавили ее собаку. Этот инцидент вызвал у нее что-то в голове, и она ударила тебя кирпичом. Я не видел никакую собаку. Лю, подойди. Здесь есть балкон. Он выглядит как мой. Твой? Похож на него. Какие у тебя с ней отношения? Она сказала, что знает меня. Нет. Что все это значит? Чем вы занимаетесь? Я тебя спрашиваю. Теперь я понял. Эй! Ты куда побежал? Я тебя спрашиваю. Кто вам нужен? Зачем ты пришел? Я хочу узнать кое-что о Лин-Лин, что именно, как она потеряла слух. Зачем ты пришел? Зачем ты пришел? Дядя Пань рассказал мне, что он показывал последний фильм той ночи. Мама, я хочу в туалет. Я провожу тебя домой. Нет, мама, я один могу сходить. Ты останься здесь. Ты уверен? Да. Хорошо, поправишься и быстро назад. Сестренка! Сестренка! Зачем ты вернулся сюда? Сестренка, давай смотреть кино вместе. Как ты достал ключ? Я сказал маме, что мне нужно в туалет и она дала мне ключ. Я отведу тебя в хорошее место. Это здорово! Мы можем приходить сюда каждый день смотреть фильмы. Нет, кинотеатр завтра снесут. Посмотри в него. Эй, дай мне посмотреть. Сестренка, моя очередь. Не вырывай, я еще не закончила. Ладно, все твое. Я пошла. Сестренка, не уходи. Я... Ааа! Мэclock! Мэрок! Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, почему я был таким жестоким. Мой удар сделал ее глухой, а потом она исчезла. Разве вы не искали ее? Мы сделали все, что могли, но так и не нашли ее. Но недавно кто-то прислал нам деньги. Дорогой, я вернулась. Это... Тетя, это я. Тетя, это я. Тетя, это я. Проложила у меня. Тетя, это я. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где сейчас, Лин-Лин? Она в психиатрической клинике. Несколько дней назад мой велосипед врезался в садик кирпичей. Он развалился и, к сожалению, убил ее собаку. Она испытала сильный шок. Наша собака пропала на днях. Ее нашли мертвой в глухом переулке. За все эти годы я научилась жить в одиночестве. Без разговоров, без звука, без общения со всеми. Однажды ночью я выносила мусор. И нашла щенка в мусорном баке. Кто-то бросил его. Я принесла его домой. И скупала его. А так как он выглядел таким умным, я вдруг решила назвать его Бин-Бин. Бин-Бин остался со мной. Мы жили вместе. Он единственный, кто мог читать мои мысли и понимать, что я чувствую. Но когда я смотрела в бинокль на своих родителей, я видела только два одиноких лица. Я думала, что, может быть, они нуждаются в Бин-Бин больше, чем я. Кто это? Теперь я наконец понимаю, что я сделал, Лин-Лин. Хотя в то время, когда это произошло, я понятия не имел. Бин-Бин-Бин. С нами связались из клиники и сказали, что мы можем посетить Лин-Лин. Мы были так взволнованы. Ее родители договорились в клинике, чтобы они согласились устроить праздник для Лин-Лин, ее любимый уличный кинотеатр. Сестра, посмотри на золотых рыбок. Посмотри, сестра, у меня тоже есть рыбки. Тот парень вон там дал их мне. Садись. О, всегда пожалуйста. Эти две рыбки чуть не умерли вчера. Я подумал, что я их перекормил. Тогда я понял, что мне нужно было просто поменять воду. Видишь ли, я уже убил случайно твою собаку. Если бы я убил еще и твоих рыбок, я не смог бы смотреть тебе в глаза. О, извини, я забыл, что ты не слышишь меня. Это тебе. Ты узнала меня, правда? Я был Мао Сяобин. А сейчас я Мао Дабин. Ничего страшного. Брат! Что такое? Там кино показывают. А, кино? Лин-Лин, давай посмотрим. Пошли. 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 Время суток, которое я больше всего люблю, это сразу после заката Это когда поднимают экран Каждый приносит свои табуретки И как только наступает темнота, начинается кино Начинается кино Это вернуло меня в прекрасное время Я была с Мао Сяудином и своими родителями Это был золотой век кино Люди на экране, их образы и голоса Свели нас всех вместе С единым дыханием С единой мечтой Фильм перевел и озвучил D.I.M. Специально для вас Фильм перевел и озвучил D.I.M. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Казахстан